В чем разница между взрослым человеком и ребенком? Все взрослые на самом деле, они те же дети, только улучшенная версия. Дети, они такие непосредственные, легкие, открытые. Ребенок, он, конечно, радуется всему. Добрый, светлый, радостный, любознательный, счастливый маленький человек. Взрослые создают этот мир, а наши дети делают его прекрасным. Ребенок просто живет и наслаждается своей маленькой жизнью. Во сколько лет ребенку пора в сад? Я считаю, после 30 лет. Я думаю, где-то после 25. Определенного возраста точно нет. Когда человек просто психологически уже к этому готов, тогда и нужно. По самоощущению, думаю. Мое мнение, что лет в 30 – это вот прям золотая середина. Мы воспитываем детей, и иногда приходится даже воспитывать и взрослых. Работать с детьми трудно? Без трудностей нет ни одной работы. Ты должен быть очень ответственным, вот это трудно иногда за всеми уследить. Не хватает времени? Самая большая трудность – это когда дети не приходят. Ребенок сам по себе, свободная личность, он не подчиняется никому. Он любит только себя. Это большие, маленькие эгоисты. Но если докопаться до сердца ребенка, я думаю, всегда будет легко работать с ним. А с вас можно брать пример? Думаю, да. Я была очень подвижным, очень таким ребенком. Помню наклейку с холодильника тогда ободрала. Кусала детей. Все тело в детских шрамах, бегали, прыгали. По рассказам мамы я была очень послушным ребенком. Раскидала в нашей группе в детском саду все краски, потому что мне не понравилось то, что нужно было рисовать. Шумели, кричали, корчили рожицы. Воровала, по деревьям лазила, скажу честно. Один раз маму вызывали по поводу драки. Было всякое, что дети – это дети. Как выдержать детские капризы? Я дышу. Я дышу, я вдыхаю, считаю про себя и выдыхаю. Включаю спокаивающую музыку. У нас в детском саду есть прекрасная зона релакса. Просто нужно лечь и отдохнуть. Побегать, попрыгать. Хожу в поле и кричу громко. Все свою энергию выдала и зашла все спокойно. Это веселая песенка про солнышко, ручки в стороны, лучики от солнышка, поплясать, попеть. И никакой злости никогда не бывает радостно взрослым и детям. Чем вы занимаетесь с детьми в саду? Я занимаюсь йогой. Я вяжу. У меня огород, цветы. Я рисую по номерам картины. Я люблю делать изделия из эпоксидной смолы. Вот даже на мне вы видите украшения. Все же в интернете. Времени на личную жизнь совсем не остается. Нет. 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 Свободного времени с моей профессиональной деятельностью не так уж и много. Друзья, конечно же, все это шутки и магия монтажа. Наши воспитатели самые добрые, искренние и от всего сердца любят свою работу. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и изменить выбор профессии, изменили бы? Нет. 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 Я бы не изменила, потому что свою профессию я люблю. Это неограниченный, нескончаемый поток хорошей энергии, которую излучают дети. Дети – это наше все. Будущее настоящее. Поэтому, что мы даем детям самое лучшее, это нас ждет и в будущем. Каждый день – это день, не похожий на предыдущий. Сейчас я играю с детьми, через час я пишу отчет, через два часа я снимаю фильм настоящий. На сегодняшний день я вижу себя только в этой профессии. У меня мама была воспитателем, и мне как бы сам Бог велел продолжать династию. А если уж пришел, то значит до победного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова